Здравствуйте! Мы продолжаем с вами изучать главу ядерная физика. И сегодня мы с вами рассмотрим такое явление, как деление ядер, цепные ядерные реакции и реакции ядерного синтеза. Давайте вспомним строение ядра. Ядро состоит из нейтронов и протонов. И нейтроны, и протоны, это нуклоны, и они обладают дарионным зарядом. Это значит, что они способны на маленьких расстояниях притягиваться друг к другу. То есть у нас одновременно происходят два действия. Отталкивание силы кулона. Протоны пытаются разлететься, тем самым разрушив ядро. И происходит притяжение за счет ядерных сил, за счет так называемых сильных взаимодействий. Если ядро тяжелое, то получается расстояние, допустим, между вот этими крайними нуклончиками, они довольно-таки заметны, а с увеличением расстояния ядерные силы уменьшаются. И получается, что ядро тяжелое, состоящее из большого количества нуклонов, то есть с большим массовым числом, является, обладает маленькой энергией связи. Ну теперь, если в такое ядро, обладающее маленькой энергией связи, вдруг проникнет какая-то частица, то она вызовет там еще большую нестабильность, и это может привести к тому, что ядро может распасться на два кусочка. Впрочем, такие вещи как раз-то и происходят. Давайте рассмотрим деление ядра урана-235-го. Частицы, которые могут вызвать деление ядра, это могут быть как положительные заряженные частицы, допустим, альфа-частица, протон, а также может быть нейтрон. Все они обладают барионным зарядом, значит, могут проникнуть внутрь ядра. Но протону и альфа-частицы проблематично подлететь к самому ядру за счет сил кулоновского отталкивания. Они обладают положительным зарядом, ядро обладает положительным зарядом, и протон и альфа-частицы должны быть очень большой скоростью, чтобы подлететь к ядру. А вот нейтрон может подлететь к ядру беспрепятственно. Для урана-235-го нейтрон может двигаться даже на небольших скоростях. Так называемый медленный нейтрон. Нейтрон проникает в ядро. Ядро становится нестабильным. Оно вот так вот размывается. И со временем, вот здесь вот, это очень похоже на деление клеток, разделяется. Разделяется на осколки. Один осколок, второй осколок. И эти осколки разлетаются с большими скоростями. Кроме осколков деления, также вылетают два или три нейтрона. В результате деления такого тяжелого ядра, допустим, если мы говорим про уран-235-й, вот эти продукты деления уносят с собой очень большую энергию. То есть выделяется большая энергия. При делении одного ядра выделяется приблизительно 200 мегаэлектрон-вольт. Ну, чтобы понять, насколько это много, если мы возьмем один грамм урана, то выделившаяся энергия при полном распаде этого одного грамма урана, ее хватит для того, чтобы, допустим, электронагреватель работал беспрерывно на протяжении больше года. То есть энергия выделяется очень большая. В чем очень существенный недостаток такой реакции? Дело все в том, что осколки при делении обладают избытком нейтронов. У них слишком большое количество нейтронов. А ядра, у которых большое количество нейтронов, подвержены бета-распаду. То есть вот эти осколки, они радиоактивны. И начинают излучать. Значит, если использовать такое деление где-то в промышленности, в быту, нужно каким-то образом предотвратить вот это радиоактивное излучение. Давайте теперь рассмотрим такую ситуацию, когда у нас делится не одно ядро, а если у нас ядро находится в составе целого вещества. Вот вещество состоит из некоторого количества ядер. Ну, к примеру, речь заходит о том же самом уране. В одно ядро попадает нейтрон. После того, как нейтрон попадает, здесь это ядро делится. Я не буду рисовать сами осколки. Кроме осколков нас интересует еще то, что образуются дополнительные нейтроны. Итак, ядро делится, энергия выделяется. Все, мы собрали 200 мегалитрон вольт. И вот летят еще три нейтрончика. Дальше. Если мы сделаем следующее. Вот вылетели три нейтрончика. Мы каким-то образом вот эти два поглотим. А, один оставим. Этот один. Кстати, мы можем даже само, сам вот это вещество урана поместить в какой-нибудь отражатель нейтронов. И тогда этот один нейтрончик летит, летит. Опять врезается в другое нейтрон. Вылетают опять три нейтрона. Два мы каким-то образом поглощаем. А один опять попадает. Получается, что у нас происходит два процесса. Первый процесс. Реакция, вот это вот взаимодействие, является цепной. Потому что каждый следующий нейтрончик выбивает, то есть приводит к делению следующего ядра, потом нейтрончик, следующего ядра и так далее. То есть пошла цепь превращения. Вот это цепная ядерная реакция. И в данном примере эта цепная ядерная реакция является контролируемой. То есть не приводит к тому, что будет выделяться слишком много энергии. У нас все время количество нейтронов одинаковое. Все время после реакции вылетает, допустим, один нейтрон. Если же не контролировать такую реакцию и не поглощать лишние нейтроны, то это приведет к лавине. Вот вылетает три нейтрона. Здесь выбиваются. Вылетают опять три нейтрона. Здесь еще три нейтрона. Здесь. И таким образом выделение энергии произойдет слишком резко, и это превратится в взрыв. Так называемый ядерный, либо атомный взрыв. Ну, на этом основано, в общем-то говоря, действие такого разрушающего оружия, как атомная бомба. Далее. Чтобы нейтроны могли после отделения одного ядра, чтобы нейтроны могли попасть в другие ядра, нужно для этого какой-то определенный объем вещества. Если вещества будет слишком мало, то нейтроны могут просто пролететь. Ведь все-таки вероятность попадания в ядра, она какая-то существует. Промежутки между ядрами очень большие. И если получается вещества слишком мало, то у нас пошла реакция, но в другие ядра нейтроны не попадают. И поэтому мы от такого вещества не получим большого энергетического выхода. Цепной реакции не пойдет. Цепная реакция не пойдет. Минимальная масса вещества для осуществления цепной реакции называется критическая масса. Если мы возьмем критическую массу вот этого данного вещества, тогда цепная реакция пойдет. Вот то, что мы сейчас рассматривали, это деление тяжелых ядер. Ну и выделяется здесь довольно-таки большое количество энергии. Но кроме деления ядер, есть обратный процесс, который называется синтезом. Синтез это, наоборот, объединение ядер. Так вот, синтез ядер тоже может быть энергетически выгодным. Причем не просто выгодным, а в 10 раз более выгодным, чем деление этих ядер. Только это возможно в том случае, мы можем получить энергетическую выгоду, если будет происходить синтез легких ядер. Ну, допустим, возьмем дейтерий плюс второй дейтерий. В итоге, в этой реакции должно получиться ядро гелия. Дейтерий, дейтерий, получается гелий. В процессе этой реакции она является энергетически очень выгодной, но есть большая проблема. Ядра дейтерия, вот это положительно заряженное ядро, и это положительно заряженное ядро. При этом они очень легкие. Между ними действуют огромнейшие силы кулоновского отталкивания. То есть, чтобы одно ядро легкое подлетело к другому, они должны обладать большими скоростями. Скорость частиц вещества определяется температурой. То есть, чтобы такая реакция прошла, реакция синтеза, реакция объединения ядер, температура вещества должна быть очень большая. Ну, для разных легких ядер она различная, но вот минимальное требование, это где-то 10 в шестой степени Кельмена. Ну, так как эти реакции протекают только при высокой температуре, они получили название термоядерные. В недрах звезд, на Солнце, внутри Солнца, такие реакции идут. То есть, за счет них и получается, вот это вот, выделяется энергия звезд, энергия Солнца. На Земле термоядерную реакцию получить удалось только неконтролируемую, неуправляемую термоядерную реакцию, называемую водородной бомбой. В водородной бомбе, чтобы достигнуть нужной температуры, чтобы пошла реакция ядерной синтеза, используется запал. И запалом является достижение вот такой температуры, атомная бомба. То есть, происходит атомный взрыв, достигается вот такая температура, и только потом идет термоядерная реакция. Вот это вот огромная выгода в делении тяжелых ядер. Ну вот реакции ядерного синтеза пока еще не научились использовать в мирных целях, но в отделении тяжелых ядер, конечно, вот эта вот энергия, которая получается, понятно, что грех ее не использовать в каких-то мирных целях. Для этого существуют такие приспособления, как ядерные реакторы. В Беларуси сейчас строится станция соответствующая. Ну и строение ядерного реактора мы рассмотрим на следующем занятии. До свидания.